Привет, меня зовут Амур Калунков, нападающий футбольного клуба «Торпеда Москва». Если бы не футбол, то я мог бы стать… Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. У нас такой город, ну, не масштабный, можно сказать, и поэтому не было такого там, чтобы спорт там, любой спорт развивался, поэтому футбол, я не знаю, с детства там во двери начал играть, и так судьба сложилась, и пошел по этому пути, а так я, наверное, пошел бы учиться, и не знаю, чтобы было дальше. Я бы хотел, чтобы мои дети были профессиональными спортсменами, но, наверное, не футболистами. Борьба, тюдо, ну, вот в плане этого мне больше нравится. Там, мне кажется, меньше, меньше политики такой. И не политика, а коммерции, так сказать. А если девочка, я не знаю, думаю, я в спорт не буду ее отдавать. Женщине для меня самое главное – это верность, преданность к семье. Это самое главное, чтобы доверие между нами было, и чтобы верность постоянно была. И самое главное в жизни, я считаю, остальное можно налаживать вместе, рука об руку, как говорится. Самое главное мужское качество – это много качеств, для одного никак выбрать. Уверенность, уверенность в себе, не знаю. Я к этому вопросу не подгадавлю. Я не знаю даже. Самый дорогой подарок в жизни я делал для отца, наверное. Я еще не так много зарабатывал в то время, еще во второй лиге, когда начинал. А еще до этого по Краснодарскому краю я накопил деньги и купил машину своему отцу, которая ему нравилась. Toyota Camry. В то время он сам выгнал эту машину. Он на этой машине как-то работал. И спустя там год, полгода, даже не помню точно, ему эта машина слишком нравилась. То, что он сам выгнал с салона, он сам все за этой машиной следить. И мы машину эту оставили по договоренности. И получилось, что я ему выкупил эту машину. Самую большую свою зарплату в жизни я потратил не все, но в основном на вещи. Не знаю, как-то я получил, тогда чуть-чуть с задержкой давали. И получил я три, что ли, зарплаты вместе в Кубани. И я пошел в торговый центр и накупил всяких вещей. Потом я раздал эти вещи. И сейчас, естественно, у меня из тех вещей вообще ничего не осталось. И, ну, недолго я их носил, могу сказать. Черета моего характера, от которого я хотел бы избавиться, это вспыльчивость. В отношении, в первую очередь, семей и уже и остальных, могу сказать. А на футбольном поле это уже вообще отдельный вопрос. Это стопудово. Потому что там эмоции зашкаливают. Но сейчас уже, слава богу, все хорошо и уже лучше. Знаете, как-то разговоры как-то повлияли на меня. И Сергей Николаевич, и президент даже клуба, и спортивный директор. Все со мной как-то успокаивали меня после нижнего, когда я завелся. Не знаю. То, как на эту ситуацию смотрел, но я считаю, там я не заслуживал красные карточки. Поэтому я слишком там завелся. Когда мне нужно расслабиться, я посплю. Не знаю, посплю, поиграю в PlayStation, поговорю с друзьями, с родными, с женой. Обсуждал, что там знаю что-то семейное. Велигия – это жизнь моя. Самое главное в жизни. Это номер один в жизни моей. Это, не знаю, это не обсуждается. Это вера в сердце. Так что остальное все второстепенное. То, что в этом мире происходит, и семья, и дети, и все остальное – это все второстепенное. И это все временно. Так что религия – это надо подкодавливать себя к вечной жизни. Я так на это смотрю и стараюсь двигаться так. Когда я буду стариком, я мечтаю… Я мечтаю, чтобы детей много было у меня. И внуков, и внучек. Я мечтаю об этом. Я очень люблю детей. И своих детей, чтобы много было. И чтобы у моих детей было много сыновей, дочерей. Так что… Вот, наверное, об этом я мечтаю. Я сейчас… То, что в голову пришло, на самом деле, это очень важно. Для меня это очень важно. Если бы я мог жить там, где хочу… А хочу я, безусловно, в исламской стране, в Саудовской Аравии. Ну, Мекка, Медина, какая-то. Так что это… Вот там я хотел бы жить. У меня нет там других городов более важных. И если бы я сейчас мог даже, я бы туда переселился. Просто не позволяет ситуации. Если бы я мог назвать трех великих спортсменов. Мухаммед Али. Первый номер. Я за ним так следил просто. Другой. Вот сейчас Хабиб Нурмагомедов. Не то, что он добился в спорте. А то, как он религию нашу преподносит. То, что примеры подает. То, что он, ну, как себя ведет в жизни. Вот с него можно пример брать. Как, ну, нрав у него. От него никакого, не знаю, зла, что ли там. Люди, не знаю, не получают. Свой благой нрав показывает. Так что вот с него можно, как со спортсмена. То, что он представляет, да. Свою страну, свой город там. И мусульман, можно сказать, представляет. Так что с него можно пример брать. Войта. Криштиану Роналду. То, что как он отдается. Как он до сих пор держится на таком уровне. У него стоит поучиться. В этом плане. Но это тяжело. И не каждому для нас. Войта. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok